Во имя Отца и Сына, и Светок Духа. Отец Святого Серафима, Исидор Мошнин, был купцом. Серафима в крещении назвали Прохором. И вот Исидор Мошнин делал храм или собор. Но ему было не суждено увидеть конец строительства этого собора. Он заболел и умер. Все хлопоты по собору погрузились на его жену Агафью Мошнину. Старший брат Прохор Алексей занялся делом отца, стал купцом. А Прохор по малолетству везде был с матерью. Она в церковь, и он с ней. Она домой, и он с ней. И вот однажды Агафья Мошнина пошла по лесам проверить качество стропил. И Прохор стал смотреть вниз. Увидев что-то внизу, он перегнулся через бортик, и в воздухе мелькнули только его красные сапожки. Агафья бросилась с лестницы, и ее представление рисовало ужасные картины. Сын разбился насмерть. Но она подбежала, увидела, что Прохор стоит на ногах, и никакой даже царапинки. И Прохор растерянно улыбался. То ли большой порубь ветра, то ли чьи-то мягкие руки подхватили его у земли и поставили на ноги. Так Господь показал, что это будет святой человек, и что он избран Богом. Когда Прохор был маленький, шла русско-турецкая война. И мальчишки тоже стали играть в нее. Строили крепости и делились на бусурманы русских. И вот один раз во время игры Прохор широко расстегнул тулуп. И на другой день он уже лежал в постели. Болезнь была настолько сильной, что ее, кажется, нельзя было излечить. Но однажды комнату, где Прохор лежал больной, осветил яркий свет. И к нему пришла Богородица и сказала, «Ну что же ты, любимец мой, расхворался?» Прохор, с детства воспитанный православием, знал, что это Божья Матерь, и протянул к ней ручки, но она исчезла. С этого дня болезнь пошла на поправку. После болезни Прохор как-то повзрослел. Ему наскучили детские забавы, и все время он проводил зачтение его святых книг. И вот однажды он захотел уйти в монастырь. Мать одобрила намерение, хотя почти все матери в эти времена не одобряли такое намерение. И вот Прохор пришел в Саровскую пустынь и стал там жить в качестве послушника. И вот однажды он опять заболел сильно. И врачи предполагали, что это болезнь, что это водянка. Но они только предполагали. И вот один раз его причастили в святых тайн. И с этого момента все пошло на поправку. И он рассказывал церковнице Ксении, что к нему подошла святая Богородица. И своим же злом дотронулась до его бедра. И там сделалась ямочка. И через эту ямочку вся вода-то и вытекла. А и большая ямочка-то, говорила церковница Ксения. Целый кулак-то и взойдет. И его постригли в монахи. И с благословения он ушел... Он ушел в дикий лес, куда никто еще не заходил. Построил там себе келью. Однажды, когда он колол дрова, то к нему подошли три человека. Слушай, старик, сказал один угрюмого вида детина. Говорят, что денег у тебя куры не клюют. Поделись с бедными сиротами. Святой Серафим взглянул на сирот, которые были под стать своему главарю. И сказал, что вы, милые мои, у меня нет денег. Вот, посмотрите, вот все имение мое. И показал на огород и пчельник. Разбойники не поверили ему, набросились и жестоко избили. Один так сильно ударил обухом топора по его голове, что у него изо рта и ушей хлынула кровь. Они прибежали в келью, разворотили пол, разломали печь, и, не найдя денег, в злобе испиняли святого ногами. Очнувшись от побоев, святой Серафим встал и в стул дом, дошел до монастыря. Раны заживали медленно. И, ну, один раз к нему опять пришла святая Богородица Дева и сказала, сей нашего рода. И о, и ран у него зажили. А развойникам это даром не пошлось. Их поймали, потому что они не смогли даже сначала смыть с одежды кровь. Их поймали и хотели увезти в каторгу, но святой Серафим вымолил их прощение. И после этого святой Серафим стал более молчаливым и редко, когда отвечал вопросы. Как созревает в океанских глубинах жемчужина, так созревал и венец на небесах из добродетелей святого Серафима. Однажды к нему привели бояре, дворянина. Он был разбит параличом. Его подвели к святому Серафиму. И святой Серафим сказал, в Христа веруешь? Он сказал, да. Потому что святой Серафим потому спросил его, что многие дворяне не верили в Бога. А веруешь ли ты, что исцелишься верую? Но тогда ты здоров. И дворянин сказал, как я здоров, если я разбит параличом? А святой Серафим сказал, встань и ходи. Он встал и пошел. И вот однажды святой узнал, что скоро его кончина. И многие к нему ехали, чтобы он благословил их в монастыре провести великий пост. Но он говорил, тогда мои двери затворятся. Некоторые думали, что он опять уйдет в затвор. Но другим он открыто говорил, меня уже вы больше не увидите. Последний раз. На другой день живший по соседству брат Павел зашел в келью Серафима. Святой угодник, скрептив на груди руки, стоял на коленях перед иконой Богородицы у миления. Отец Павел подумал, что он спит. Принялся будить и увидел, что святой отошел ко Господу. Было это в 1833 году. Молитвами всего преподобного расподобит и нас Бог быть вписанным в книгу жизни Божию. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok